Всем привет, друзья! Вы на канале Хаб ТВ. Меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение саббонавтика ниже нуля. В прошлой части мы смогли вылечить болезнь Хаара. В этой части нам осталось только собрать тело архитектора. Мы сейчас отправляемся обратно в наши любимые кристаллические пещеры. Так, я сейчас лишнего подключу, а вот это включу, потому что это нужно. И вот это включу. Краба я с собой брать не буду. Я не помню, чтобы в той местности мне нужен был краб. Батарейки взяли, ресурсы взяли. Мотылька ремонтируем и отправляемся в путь. Я думаю, что в этой части у нас все получится. Я надел уже укрепленный костюм, а не... Слушай, он без этого третьего модуля такой реально шустрее гораздо. Так, включил я метки. Пилот и зона левиафана. Поплыли. Поплыли. Нужно собирать Алана. Нужно выселять этого чувачка из нашей головы. Нужно уже как-то с ним разобраться. Все ингреди... Стоп, я забыл еще ингредиенты взять. Точно, я хотел по дороге их захватить. Эти ингредиенты нужны... Их можно взять в пещерах этих обезьянок. Чуть не отправился в такое далекое путешествие. Хорошо перепровериться решил. А, слушай, блин, чего я парюсь? Не, нужны конкретные пещеры. Я не помню, они там есть? Возле входа в этот... Наверное, нету. Сейчас мы быстренько... Крутанемся здесь на месте. Где-то здесь были эти пещеры. Я точно помню, что они были возле дома. А дальше я не уверен. Так, тут... Вон там пещера. Мы сейчас туда нырнем, и там все, я думаю, найдем. Что, у тебя медный рудах? Спасибо, братан. Спасибо хорошему. Но нам нужно сейчас немножко другое. Ай, ё-моё, это просто гнездышко одно. Я думаю, это уже вход в этот комплекс их. Тут тоже были эти мини-пещеры. Я пару раз здесь чуть не умер. Один раз вроде даже умер. Тут побыстренько мы все смотрим. Так, это не то. Это не то. Сюда, что ли? Сюда, что ли? Нет, это какие-то маленькие пещеры. Должны быть больше. Глубже. Вот. Типа сюда. Нет? Блять. Просто гнездо. Тут что-то есть? Я это не обследовал. Лазерный резак. Он был у нас под носом, по сути, чуть ли не с самого начала игры. Да, конечно, да. Так, я еще одно место вспомнил, где были эти капсулы. Возле аварийного маяка. Может, туда просто сплаваем? Я думаю, так будет быстрее. Слушай, так от мотылька отплыли далековато. Сто метров. Ну, тут, кстати, 200 метров-то всего лишь мы рядом и крутили с ним. Может быть, это. Вот, да. Вот эти вот штучки. Ниже на них должны быть вот эти... То, что нам необходимо. Нет? Оно? Ну, оно же должно быть. Ну, что ты? Ну, в самом деле, дай-то уже собрать. Вот, блядь, нашел. Вот это мы искали, скорее всего. Надеюсь. Да, один из двух. Все, два из двух. Все, теперь мы можем спокойно плыть и... Воскрешать Алана. Ну, как воскрешать? Делать ему новое тело. Он-то по факту и не умирал. Он у нас просто в голове. Так. Все, в путь-дорогу. Так. Не на костюм. Нам краб нужен. Нам нужно вот. Ну, слушай, целый километр нам проплыть придется. А зона Левиафана вон 900 метров. Ну, это я оставлял, помнишь, этот маячок, чтобы просто сориентироваться потом на местности. Все, собрали. Давай, знаешь, что я еще отсоединю все. Чтоб они вон сбоку у нас не маячки. Блядь, нет, я не хотел выплыва вылазить из него. Вот так. На всякий случай я уже включил электрошок. Он, кстати, понадобится. Интересно, он на Левиафана действует? Вряд ли он на такую махину сможет подействовать. Но я попробую. Я, в любом случае, если мы на него наткнемся, что будет по-любому, если он на нас будет нападать, я его активирую. Слушай, опять мы отправились в путешествие ночью, как обычно. Помнишь, всю игру так и выходило? Куда я не поплыву, сразу ночь. А вот, а вот на эту штуку точно подействует. А вот, а вот. Играет музыка. Так, нам нужно поднырнуть. Я сейчас пытаюсь вспомнить, как проплыть к базе этой Маргарет. Я помню, что нужно было поднырнуть, потом посмотреть вот сюда. У нас есть, конечно, ориентир, но все равно через эти пещеры нужно как-то проплыть. Потом здесь направо, потом налево посмотреть. Да-да, мы на верном пути. Я забыл про этот стебель. Не первый раз я в него чуть не врезаюсь. Все, и вон слева будет база Маргарет. Самая простая часть нашего пути пройдена. Так, ну что, таримся тогда. Оставляю здесь эти два модуля и дальше плывем без них. Давай посмотрим, что у нас есть в инвентаре. У нас в инвентаре все, что нужно нам есть. Есть еда, есть вода, есть аптечки. Давай по максимуму мы сейчас возьмем, наверное, с собой ионных кубов. Я думаю, что их нужно побольше взять. На всякий пожарный. Строитель нам там не понадобится. Двух батареек запасных нам хватит. Минералы и искатель тоже не понадобятся. Фаер пускай будет. Я возьму лучше с собой воды и еды. Это. Это. Воды побольше надо взять. Плюс 35. А, все, уже не лезет. Так, что у нас за вода есть? Плюс 35. А это? Плюс 25. Плюс 35 возьмем. Аптечки у нас две. Я думаю, должно хватить. Ну, на кого мы там нарвим? Ну, на левиафану-то нарваться можем. Можем нарваться на левиафану. Ну, что мы оставим? Резак. Если резак пригодится, все это жопа, мы без него никуда не дернемся. Давай вот так сделаем еще одну аптечку. Слушай, батарейки, к черту. Батарейки оставлю. Слушай, вместо этой рыбы мы можем взять батончики. Вот так. Двух, трех батончиков. Не знаю, неделю можно эти батончики есть. Все. Перепроверяемся. Я думаю, все, что нам нужно, есть. На всякий случай сейчас сверимся здесь. Это все есть. Это все есть. И это все есть. И оно не пересекается. Ну, что? Похаваем. Не похаваем, давай. Тем, что есть у нас сейчас. Вот я только хорошо посмотрел, а? Ща бы поплыли. Непохаванные. Так, все, еда 100. Еще одну бутылочку выпьем и берем с собой. Не то взял. Все. Сохранимся. Надо сохраниться. Это точно. Так, пускай сейчас он сохраняется. Пока сохранение игры пройдет, потом поплывем дальше. Все еще сохраняет. У нас 92% зарядки на мотыльке. Давай мы сменим батарейки. Я понимаю, что 92% это много, но... Просто сейчас новенькую запихнем. А инструмент весь полностью заряжен. То есть там я же поставил новые батарейки еще, наверное, в прошлой серии. Так, полежи пока тут. Нож. И энергоячейка тоже тут полежи. Вот одну новенькую возьмем. Все. Ну, мало ли, понимаешь, мотылек это наше единственное, по сути, спасение на глубине будет. Если он разрядится, будет очень неприятно, конечно. Все, нож забираем. И все, теперь точно плывем. Все, отправились. Назад дороги нет. Все. Мы все взяли, все затарили, подготовились. Остается только найти нам сейчас реально эту глубину. Надо максимально идти куда-то глубоко. Я помню, сейчас справа будет разрыв. Здесь уже начнется сейчас левиафан. Мы его даже можем прямо сейчас увидеть. В прошлый раз я его где-то здесь и увидел. В самый, вернее, не в прошлый, в самый первый. Так, смотрим. Левиафана я пока не вижу. Хорошо. Вот он. Оп. Тихо, спокойно. Я понимаю, что он с одного удара не убивает, но не хотелось бы подставляться лишний раз. Нам по факту с тобой нужно искать просто максимальную глубину. Любую ямку, куда мы можем проплыть глубже, мы плывем. Мы тут бывали. Я помню, не сканировал тогда эту же пропульсионную пушку для краба. Так, я просто на всякий случай проверил, идет ли запись. А то знаешь, мало ли, она не идет. Так, идем глубже. Опа, ну. Мы с тобой это находили. Мы здесь, походу, не были. Или были. Или мы здесь прятались от этого, от Левиафана. Да, он сюда заплыть не может, я, по-моему, поэтому включу пока освещение. Ну, мы здесь прятались от Левиафана, здесь вроде как ниже не проплыть. Или можно. Ну, не на мотыльке явно. Давай я проплыву на всякий случай, проверю. Да, все, это тупик. Это сюда можно заплыть, там, с Тураном я вроде, или что я здесь собирал тогда, такое очень редкое. Помнишь, еще когда модуль был на 600 метров, мы все ныряли и собирали потиху. Мы как бы на верном пути, но пока мы рано опустились. Налево-направо, давай налево. Я все время здесь плавал направо, давай проплывем налево, посмотрим, что там. А, ну, налево, выход направо. Окей. Так, тут у нас что? Тут ничего. Не-не-не, это не... Ну, еще рановато. Это, скорее всего, расщелина, чтобы спрятаться от Левиафана. Он туда не пролезет просто. Он туда просто не пролезет. Тут что? То же самое. Это красные уже кристаллы, или они тогда все такими и были? Мне говорили, красные кристаллы должны быть. Опа. А вот это уже похоже на правду. Или нет? Ну, проход достаточно большой, да, согласись. Здесь, ну, прям... Не, походу, это тоже такая пещера, типа, для... Этого. Спрятаться от Левиафана. Полазить здесь, пособирать. Не-но. Рано обрадовались. Тихо, тихо. Так, мы оттуда приплыли, значит, туда нам надо. Ну, слушай, 670 метров. Мы еще недостаточно глубоко. Нам нужно прям вот, я думаю, к тысяче подобраться. Опа-на. А это не красный кристалл, случайно? Это он. Мы, наверное, дорогие. Знаешь, что, пока тихо. Давай я отремонтирую мотылек, потому что я его немножко покоцал. Не хотелось бы просто, знаешь, не пережить там нападение Левиафана. Так, еще кое-что хочу посмотреть. Один момент. Так. Так, 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 все у нас есть. Я на всякий случай перепроверяю инвентарь. Так, и знаешь что, давай-ка мы еще раз сохранимся. Я понимаю, что это излишне, что мы сохранялись перед самой начало, но я могу просто потом не найти это место. Если умру. Слушай, 31 градус тепла. Температура растет. Хорошо, что укрепленный костюм надели. Я не думал, что здесь будет жарко. Это прям, это новая локация, здесь не был. Слушай, мы тогда с тобой всю пещеру оплавали. Всю пещеру. Я этого не нашел. Просто из-за того, что я не поплыл налево, что ли. О, блях. Все, врезаюсь. Так, ионид у нас был под ногами, но у нас его некуда брать. Я весь инвентарь забил под завязочку. Слушай, 800. Опа, на. Какие люди в Голливуде. Так. Он не смотрит на нас. Да, блядь, что ты все врезаешься. Не может его индифицировать. Блях, а ща получим пиздюлей. Все, поплыли на. Пошел, жоп. На, блядь. Сука. Вот опять обслюнировал мне всю лобовуху, нахуй. Я только помыл. Пошел, жоп. Мне хуй прятаться. Я пытаюсь... О, еще один. Ой, зачем я нажал на А? Вот там туда. Не знаю. Наверное, туда. 900 метров. Блядь, смотри, 900 метров. Так. Вон. Давай туда пока... Это вход. Это... Это вход. Мы его... Мы его нашли. Это... Это, блядский вход. Мы туда на потальке не заплывем, это точно. Надеюсь, мотылька не уничтожит. Блядь, это вход. Блядь, мы нашли. Мы нашли комплекс. У нас все с собой есть. Все с собой есть. Давай, знаешь, что... Не знаю, как дальше события будут разворачиваться. Починим... Починим мотыль... Починим. Мотылька. Потому что если сейчас его начнут коцать, эти левиафаны, он просто не переживет. И мы отсюда уже не выберемся. Прости, но всплыть с 900 метров без воздуха. Так, все. Мы нашли комплекс. Твою мать. Почему нет электроэнергии? Вот здесь знакомые фигурки. Давай осмотримся немного. Фаер закончился. Блядь. Всю игру с нами был фаер, и он сейчас закончился. Давай изготавливать архитектора. Создать. 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 Скелет мы построили. Скелет мы построили. Создать. 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 Слушай, он не хочет говорить, пока мы не построим последний компонент. Как-то мутно немножко этот... мутненько. Ну, что, давай делать последний компонент. Блин, слушай, он же не знает, что все они умерли, походу. Запускаем. Запускаем процесс изготовления носителя данных. Это он виноват в распространении бактерии. Когда позже? Ты его сейчас из головы достанешь, все. Я не думаю, что он будет задерживаться с тобой. Давай искать, отсканируем его. Слушай, ну ебать, он, конечно, огромный. Ну что, начать передачу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мы... Продолжение следует... 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 то есть это не на какой-то глубине это не в комплексе пещер это это можно найти короче так ой ненди же не выплать так был маргарет не хочешь со мной свалить с этой планеты уже может не пообщаться попробовать она не дома случайно вон краб стоит давай попробуем пообщаемся но чисто ради прикола я так понимаю что все это конец игры уже я просто не был у нее например во второй части ее здание я туда не ходил давай хоть глянем что там никого не дома до свидос тебя не звали о опять ты да давай пообщаемся все ну и поговорили что у тебя тут есть интересного такой свинарник у нее капец просто ты тут прибралась что ли я не знаю волк и пк-шечка давай слушай почитаем через журнал кстати маргарет я его так и не читал вот так все и было 500 метров ниже уровня моря вокруг меня обломки тонущей базы одной рукой молотила по чешой чудовище другая сжимала кусок металла которая мазила в его глазницу жнец может и ранену но все еще смертельно опасны я уже я уже что а я уже выколола глаз я черт побери почти вырезала 2 мы направлялись в безде на краю кратера ослепленный он извивался погружать глубже у меня был выбор держаться или отпустить я держалась а он наносил нас все глубже воздуха в баллонах оставалось на минуту в те времена я могла бы продержаться еще три на том что оставалось легких так что у меня оставалось четыре минуты на то чтобы убить жнеца минус пара чтобы всплыть на поверхность я не то чтобы люблю убивать просто иногда то что тебе нужно находится у кого-то в грудной клетке я убила это прекрасное пугающее существо и выбралась на поверхность когда я перевела дыхание я поняла что мы заплыли дальше чем я думала меня окружала водная бездна только я и океан и больше ничего уплыв так далеко в море шансов вернуться на сушу нет я умерла от истощения раньше чем доплыла до берега все что мне оставалось выжить достаточно чтобы меня куда-нибудь прибило я почувствовал как меня засасывает когда вдруг из-под воды появились огромные челюсти тело жнеца всплыло аж через несколько часов я вскарабкалась по его боку с помощью ножа и уселась сверху я прикинула что тело проплавают еще так минимум минимум несколько дней достаточно чтобы я могла перевести дыхание но потонет ли она до того как я умру от жажды или после того меня был нож ремонтный инструмент и три литра воды по крайней мере мне не грозила смерть от истощения эти жнецы они почти полностью состоят из мускулов но немного жира там есть я могла согреваться и пить воду у меня было немного но у меня был ремонт инструмент так так что искра была понадобилась неделя чтобы впервые зажечь огонь а еще я узнал о горючести жира жнецов намного больше чем когда-либо хотела мне приходилось экономить костры но пока они горели я успевала закоптить мясо вырезанной из грудной клетки чудовища так второй журнал я читал так давай третий почитаем через две недели нашего путешествия я по большей части жила внутри грудной клетки существа тут было укрытие и еда мясо начало гнить понь стояла не сравнивая ни с чем по мере того как мы плыли температура падала огнилое мясо начало твердеть и замерзать медленно и почти неощутимо жнец начал терять плавучесть мы тонули день за днем понемногу мое прибежище вскоре должно было стать моей могилой а я была во власти ветров и течений я потеряла надежду до тех пор пока однажды в долине увидела стайку пингвина-крылов водоплавающие птицы обычно означают близость какой-либо суши не повезло ветра продолжали дуть спустя несколько часов я увидела благословенное зрелище нечто похожее на висящее над водой неподвижное облако суша я воспринимал духом глядя как приближалась земля жнец немного медленно тонул но меня это больше не волновало когда жнец в конце концов ушел под воду я была достаточно близко чтобы не спеша доплы до берега я припомнила куда надо плыть за черепом жнеца я не для того три недели каталась верхом на чудовище чтобы потерять доказательства суши никогда не было приятнее даже в этом арктическом аду суши она сама заводила левиафана нихера себе крутая женщина просто я прочитал второй журнал думал что тело просто всплыло оказывается она его до этого убила чтобы она просто всплыла вот это вот вот этого настоящего левиафана который в первой части был жестиком все мы с тобой не пообщаемся хорошо уходим ну я хотя бы попытался реально ну и хотя бы журнал 3 мы нашли тоже интересно что будет дальше с маргарет непонятно где тут этот выплыл выплывать куда-то плыть что я не понял а вон туда или сюда что такое да вот все направо что я заблудился в трех соснах так нужно покушать и попить теперь давай максимально мы быстро попробуем всплыть где-нибудь здесь и отправимся на точку отправимся на встречу с архитектором все полторы километра полтора километра и мы на месте ну кстати мы достаточно легко проплыли сейчас эту пещеру я думал будет сложнее мне почему-то казалось что мы так просто и не найдем но нашли это хорошо сейчас самое главное чтобы не казалось что вот этот вот комплекс опять в какой-нибудь в каком-нибудь комплексе пещер будем сейчас плавать искать убить кого-то я сбил так мы с тобой не нашли модуль ускорения и модуль мощности для мотылька блять вот я штука включил почему на меня напал вот эта штука опасная эта штука опаснее этого левиафана потому что в прошлый раз она меня чуть не разобрала блять надо уплывая сейчас еще эти двое нападут у меня 44 процента я просто для этого для профилактики так мы уже приплываем в такую безопасную зону я помню что возле водоросли как-то побезопаснее сейчас я вылезу по ремонтирую по быстренькому потому что мы можем не доплыть интересно изнутри можно ремонтировать нельзя странно а циклопа можно было или нет или нельзя было циклоп слушай а вроде нельзя было ой пингвин и крыл прики привет а слушай циклопа тоже нельзя было нужно было всплывать и эти пробойные искать хорошо так хватанул да он снял больше чем левиафан левиафан тридцатку снимает этот вроде как с ракет снял ты тоже знаешь называть его левиафан мини левиа будет мини левиафан а не может быть вот этот комплекс где-то на поверхности так я это не находил что-то светится они все находил находил так фары отсветили блях опять кого-то сбил нехорошо ой смотри замерз примерз к этому к пальцу смерти офигеть еще кто-то примерз блях круто сделали мне нравится а тут они прям до дна доплыли эти пальцы так так мы походу реально по берегу сейчас пойдем давай посмотрим что то ну давай пробовать утепленный костюм надо взять или я просто не туда приплыл погоди а это мы случайно не на базу 0 приплыли шапка где вот и шапка погнали ну все моталек не факт что еще свидимся ты послужил хорошую службу братан погнали это база 0 неужели у них этот комплекс на базе 0 доходит но мы же что-то похоже здесь находили вроде как да да это на базе 0 в прошлой серии снеговика я не развалил сломаю он его просто забрал и все блядь хоть какую-нибудь анимацию сделали бы так сюда наверно погреемся полезные цветы очень поначалу игру прям спасали нас что 90 метров и нам и на и мы на месте да мы здесь были не эту местность помню ну вот он и купли комплекс этот уже здесь чертила как-то быстрее нас туда плыл а ну теперь понятно как он смог быстрее нас сделать это что такое блять да да давай отправляться мы сейчас отправимся на планету архитекторов это Да дела мы завершили, погнали. Опять зима. Это та же планета что ли? Фазовые врата. А, вот, это фазовые врата. Только последние тысячи лет. Понимающе бормочет. Я бормочу обычно непонимающе. Нихуя себе. Что? Нам дадут управлять сейчас? Да, смотри, нам дали управлять. Что нам делать? Ну, наверное, к матчам этим идти нет. Куда? А, погоди, вот, они упали. Не перевели. Почему не перевели? Тихо-тихо-тихо. Лови. Блять. Чуть не вронили. Наш архитект такой, блять, доверил нахуй дву рукам. Нам не, ну, не перевели почему-то. В конце самым такие, ай, слушай, блять, перевели всю игру. В конце же похуй. Мало кто сюда дойдет. Со всеми этими секретами. Еще, блять, чуть не убилась. Ну все, их две было. Все, они включились. Давай. Вернутся. Эй, слушай, ты че руки забрал? Оставил бы мне на память, не знаю, ты что, блять. Столько для тебя сделал. Так, а я прослушал, что он говорил. К нему и отправиться. А, не, он сейчас собирать корабль будет. Так, руки он разобрал, понятно. Я тоже так умею. Ебать корабль. Идем. Слушай, он реально сейчас походу покажет, откуда они пришли. Блять. Она же легче, чем... Хорошо, шея не сломала. Вот было смешно, да? Это он корабль. Давай посмотрим. Что-то, а. Рествую в 3, 2, 1... В 3, 2, 1... В 3, 2, 1... Ни хуя себе Это, короче, типа врата в космосе расставлены, он просто от одного к другому прыгает Оля, ты посмотри, это, походу, город архитекторов или что это? У меня экран потух Это, блядь, конец! Сука! Это на самом интересном месте, блядь, нас прервали Охуеть, это просто пиздец Явно у меня сейчас мысли крутятся, что они могли бы сейчас еще что-то интересное показать Возможно, это задел на третью часть Но игра получилась здоровская Есть вопросы к мотивации, конечно, главного персонажа, почему она вообще ссунулась на эту планету Я полигры думал, что Сэм еще жива и мы плывем ее спасать Но оказалось, что она знала, что Сэм мертва И она просто разбиралась, почему она умерла Да, конечно, у меня такие впечатления Игра меня впечатлила, она мне понравилась однозначно И не зря я, не зря мы ее с тобой прошли Вот и все, да, игра закончила Спасибо, что посмотрел мои выпуски Спасибо, что посмотрел мое прохождение этой игры Ставь лайк, подписывайся на канал Всего тебе хорошего, самого лучшего и замечательного Все, счастливо, пока и до свидания